Говоря о прокурорах, несколько дней назад в Киеве произошло из ряда вон выходящее событие. И я меньше хотел бы говорить о Рябошапке, а больше хотел бы говорить о человеке, который оказался в центре этого события. Обычный прокурор Киевской области Казбек Тидеев, этнический осетин, который был прокурором в Крыму. И когда российские войска вошли в Крым, он в отличие от подавляющего большинства прокуроров, своих коллег, предавших Украину, он уехал в Украину и стал работать прокурором в Украине. И этот человек, Казбек Тидеев, совершил поступок, о котором я хочу говорить во всеуслышание, потому что мы говорим, вот героев мало, вот он герой. Он ехал на своей машине несколько дней назад вечером, окошко было приоткрытое, он услышал крики о помощи. Оказалось, что на левом берегу Киева машина, в которой находились девушка и молодой человек, съехала с трассы, упала в канал. И они тонули, они кричали. Вокруг собралось много людей. Никто из них не бросился на помощь. Казбек Тидеев, прокурор, украинец, этнический осетин, выскочил из своей машины и полез в ледяную воду спасать этих людей. Они были в шоке. У девочки была истерика. Парень не мог разбить даже стекло. Они тонули. Все. Казбек разбил стекло руками, вытащил девочку. Потом вернулся, вытащил парня. Изрезал руки. У него сейчас воспаление легких, он лежит в больнице. Вот кого надо назначать генеральными прокурорами. Только люди, которые способны прийти на помощь другим, рискуя собственной жизнью, вот эти люди достойны всего. Вот таким людям нужно петь осанну, хвалу. Я вспоминаю, как в советское время в литературной газете описывали подвиг, который совершил в Ереване Шаварш Карапетян. Он многократный чемпион мира был то ли по прыжкам в воду, то ли по подводному плаванию, я сейчас точно не вспомню. Когда троллейбус сорвался с моста в Ереване, в реку, и Шаварш Карапетян прыгал все время в воду и доставал людей одного за другим. Вот это люди. Вот это люди. Поэтому, когда говорят о прокурорах, о генеральном прокуроре, я бы сразу взял Казбека Тедеева и назначил генеральным прокурором. Вот такого парня. Потому что он настоящий мужчина, потому что он настоящий красавец. Я выражаю свое восхищение. Я хочу, чтобы мысленно восхитились им все, кто нас сейчас слышит.